Девушки отдыхают Мама, не говори глупостей А ты их не делай Ну, мы реально можем Все друг о друге рассказывать Вон отсюда Вон отсюда, клоуны Вон я сказал Ген, я что тебя позвала? Отца дома нет Так Вот, а у нас забор повалился Ветром сухую ветку сбило И теперь соседская собака бегает к нам На огород и всю посадку топчет Гадина такая Да, блин, фигово Чего случилось? Ты знаешь, Максим, у меня такое чувство Второй день, что за мной следят Да ну Серьезно, вот сейчас опять А теперь прошу в дом На чай с пирожками Сама готовила Только это, у нас самовар протекает Ой, слушай, Зоя У меня уже, честно говоря, времени тут совсем не осталось Алло Максим Алло 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 Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Хорошо, хоть узнала А то я тут ненароком подумала, что все Забыла бывшего мужа Подожди, я хоть приду в себя Вообще Какими судьбами, что ты вообще тут делаешь Ну Понимаешь Такая ситуация Полина, мне нужны деньги Деньги? А почему ты решил, что деньги, которые тебе нужны Есть у меня? Ну, во-первых, я слышал, что ты теперь в бизнесе Слушай, тебя расстроить Я только начинаю А квартиру я снимаю И вообще, мне этот разговор весь очень неприятен Не поверишь мне тоже Но что делать? Что делать? И что, даже чайком не угостишь? Слушай, Брак, а вот как ты думаешь Красильников у нас уже большой мальчик? Красильников? Как же большой Ты что, он же трассировку знает И даже других молодых учит Трассировку знает Теперь его надо научить пить Курить И в самоходы ходить Эй, поздно Я уже ходил Раз Иди сюда Мы тут завтра собрались В самоход На дискотеку Ну, ты как, с нами? Ну Самоход-то признак взрослости Ну ладно, ладно Ну мы просто прикольнулись Ну серьезно Ну там будут девчонки Короткие юбчонки Хорошо, конечно, парни Но я предпочитаю развеяться Без залета Так что, извините А вам удачи Нет, я же говорил Молодой еще, ошиблись А, слушай Барген Слушай Мы тут завтра Собрались, значит В самоход И вот я думаю Брать тебя Или не брать Ведь заборы не танцуют Да идите вы Гена Ген Мы-то пойдем Нас-то девчонки интересуют Ты самое главное Знаешь, что запомни На будущее Вот если ты остался Один на один С забором И с девушкой Ну оставь ты этот забор На второй план, а Ой, смешно Шесть кадров Просто отдыхают А что? А это идея Варнава, ты иди на телевидение С этим анекдотом своим Будешь рассказывать Звездой юмора сделаешься Да? Геннадий Самоделкин Варнава Звучит? Не-а Нет? Лучше Гена Золотые руки Пацаны Ну починил я и забор Ну что теперь Все должно сводиться Обязательно К сексу что ли? Или что? Да ты что, Варнава Нет Секс это не главное Ты что? То ли дело Починка забора Это ж романтика Ой Ну ладно, ладно Ты не обижайся, Ген Просто у нас Перед готовкой К самоходу Ну Юмор Он не из того места растет Глеб Для особо одаренных Повторяю Квартиру эту я снимаю Даже машины пока нет Езжу на метро Хотя бы ложку сахара положила Ты мне жизнь не подсластил Я тебе чай Так что мы квиты Еще вопросы? Нет, вопросов нет Есть мысль Я думаю, что Юноша твой Максим, кажется Обладает Большими возможностями Чем ты Максим Курсант военного училища Живет в казарме Ездит тоже на метро А папаша его тоже на метро ездит? Я смотрю Сволочизм не лечится Ну почему сволочизм? Жизненные обстоятельства Это так называется Глеб, ты помнишь Как у нас все хорошо начиналось? А потом это ипотека Ты же мне всю кровь с ней выпил И теперь ты пришел Даже не с просьбой А с требованием Дать тебе деньги Да, я помню Но мне кажется Что выручить близкого человека Это долг каждого Иди погуляй, а? Полин, я ведь все равно приду Я просто так от тебя не отстану Ведь не зря же я сюда ехал Чтобы вот так вот просто уйти А придется Придется нам, Полина Сергеевна Этот вопрос решать Другого выхода у нас нет Подожди, подожди Слушай, Глеб Да, я тебя слушаю Что же это получается? Что ты это время все шпионил за мной? Зачем шпионил? Ну так наблюдал А кто тебе дал право следить за мной? А что, ты хотел, чтобы я В Ногинске к вам в карусель подсел? Или в машину к отцу твоего Макарова? Тебе очень сложно застать одну, Полина Сергеевна Господи, ну почему же ты вот сразу Не подошел со своей гнилой просьбой? Ну почему сразу гнилой? Я же говорю, жизненные обстоятельства А наблюдал я за тем, чтобы понять Кто мы, что мы, зачем мы Вдруг ты и в самом деле Из бедных родственников Я же не знал, что у вас с этим мальчиком Так долго продержатся Он не мальчик Ну это понятно Прекрати Извини, извини, извини Так вот Я узнал, что у вас все отлично И тут к вам подкатил наш бывший мэр И заметь, отнюдь не Надео узбекской сборки Так все Ни я, ни Максим, ни мэр Твои проблемы решать не будут Понятно тебе? Придется Значит так Пока организм радостно просыпается в предвкушении трудового дня Сегодня вечером наряд по роте заступают Курсант Севастьянов Я Курсант Пазаев Я Дежурный по роте, младший сержант Перепечка Я Дальше Нужно три человека В санчасти Для опытов А я слышу, Гончар И опыты наступят Если в строю разговоры не прекратятся Значит так Повторяю, нужно три человека в санчасти Добровольцы есть? Курсант Варнава Варнава лучше на хозгвар А теперь скажи вслух, Гончар А я говорю, товарищ капитан Варнава у нас спец по хозработам Его бы отправить в женское общежитие ремонтировать Он выдержит любые соблазны Он бетон, а не человек Гончар, если ты еще раз вякнешь То я тебя отправлю в кругосветное путешествие по нарядам, ясно? Что ты еще хочешь сказать? Никак нет Ладно, с добровольцами потом разберемся А своего строюмия, Гончар Будете проявлять на штурмовой полосе Давай, командуй Есть Ну что, нормально подкоптились? Так точно, товарищ капитан Можно уже к пиву подавать Товарищ капитан, а разрешите вопрос? Ну давай, Ковнацкий Товарищ капитан, а какой смысл в этой огненно-штурмовой полосе? Ну кроме того, что мы все измазались, как черти Ну ведь в бою все по-другому Я понимаю, что боязнь высоты преодолевается Но это Запомни, Ковнацкий, у каждого живого существа существует страх перед огнем Так сказать, на подсознательном уровне Можно сказать, даже с рождения Ты про Маугли читал? Так вот, он там веткой огненной большому полосатому зверюге в морду тыкал И эта зверюга пугалась А человек своего рода тоже зверь И вся эта полоса, Ковнацкий, нужна для того Чтобы ты, когда встал перед этой огненной преградой Не побежал, куда попало, как раненый лось А умели принимать здравые и хорошо взвешенные решения Командирские решения, Ковнацкий Понятно? Так точно Ну что, товарищ курсант А теперь на зачет, как Брагин сказал Подкопченных к пиву Отставить Ну что, курсанты-гриль Нали Бегом Марш Мамулечка Я на молочную кухню за детским питанием Ань, подожди Я гляла, что нам из продуктов нужно купить Мам, ну что ты там так долго? Я говорю, что я на кухню опаздываю Держи Я написала, что нужно купить Мам Ой, а мне может на это все денег не хватить Ты добавишь? Я-то добавлю У меня разве есть другой выход? В нашей семье, кроме бабушки с ее пенсией Пособия внучки, никто денег не зарабатывает Не поняла, мам Ты опять начинаешь? Ну к чему эти упреки? Я не начинаю, доченька Я продолжаю И вот если бы ты меня поддержала на том этапе, когда я пыталась убедить твоего мужа бросить училище Я бы замолчала Он там бегает по своим транспортерам, окопы роет, а семье нечем будет за квартиру заплатить И все довольны Мам, зачем ты так говоришь? Он нам каждый месяц на карточку деньги перечисляет Деньги, курсантская стипендия, это деньги, на которые можно содержать семью с ребенком Это не деньги, а копейки Если бы не эти копейки, то было бы еще хуже Я просто удивляюсь, с какой легкостью ты со всем смиряешься Мам, ладно, я лучше промолчу Молчи, промолчи А вот если бы ты не молчала, все было бы по-другому Держи Где телефон, а? Алло? Да, да, Игорь Нет, не дома Да, занята Нет, у меня совсем нет времени А ты что-то хотел? Да нет, мне еще за продуктом и бежать Так что, извини, никак встретиться не получится Что? На машине? Ну, не знаю Ну, ладно, давай, приезжай, я на молочной кухне Ага, давай, жду В принципе, для увеличения ловучести Целесообразно использовать Я бы даже сказал, придавать плотам треугольную форму Или же прикреплять к одному концу плота Треугольник, изготовленный из досок Грузоподъемность плота Зависит от вида и качества древесины И хочу напомнить Что каждое дерево Дерево любой породы имеет свой удельный вес Товарищ майор, разрешите, курсант Брагин Слушаю А как измерить удельный вес бревна? Ну, это достаточно точно можно определить Бросив чурбачок сантиметров в десяти в воду Срезанный с торца дерева Ну, и заметив, на сколько он будет погружаться в воду Размер погруженной части в сантиметрах Будет соответствовать удельному весу дерева в десятичных долях Смирно! Товарищ подполковник, личный состав проводит занятия по инженерной подготовке Командир роты майор Губский Вольно! Че от мое сердце? Сейчас че там будет? Мстить пришел сто пудово Ну, и какое занятие по счету? Третье, товарищ подполковник Ну, что ж Теория-то, конечно, хорошо Пока не столкнешься с практикой А есть ведь еще и нормативы На обучение и на преодоление Товарищ подполковник, но практические занятия по преодолению А че ж зря время-то тянуть майору? Ты же знаешь, пока человека в воду не бросишь Он не поплывет Как там Макар говорил? Боткин всех не выгонит Ему командовать неким будет Ну, вот он и придумал новый план Сейчас мы все потонем И придраться будет не к чему Ну, что ж, майор Командуй А я Посмотрю на результаты Внимание, курсанты Приготовиться к преодолению водной преграды Мне кажется, что здесь раньше был магазин Точно Был магазин Меня мама сюда посылала за молоком, когда я маленький был А сейчас вот здесь Молока нет, зато вкусное мороженое делает Попробуй Лен, свободно сейчас, нет? Ты что, будешь чай, кофе? Ой, нет, я ничего, спасибо Тогда один зеленый чай мне и все Спасибо В чем дело? Да ни в чем А ты всех официанток по имени знаешь? А ты ревнуешь, что ли? Ой, больно надо Я свое уже отревновала А ты, Фирсов, не меняешься Это официантка Лена Она подруга моей сестры всего-навсего Танюшки, что ли? Да А, помню, вредная такая, бегала Все за нами шпионила И маме докладывала Шпион сейчас на втором курсе техникум учит Да ладно? Ну, как известно, чужие дети растут быстро Спасибо Казалось, только недавно ты была в роддоме И тут раз Сколько? Четыре месяца прошло уже Да? Угу Кстати, твоей дочке тоже уже четыре месяца Я знаю, спасибо Зря отказалась, хороший чай Чай и кофе? Не по адресу Не, ну кофе понятно А вот зеленый чай полезен кормящим мамам Ммм Да Интересно, чем? Я тебе скажу Во-первых, это лактогенный напиток В нем содержатся вещества, которые помогают вырабатывать грудное молоко Во-вторых, в нем содержатся антиоксиданты Это профилактика сердца или, не дай бог, онкологии Смотрю я на тебя, Фирсов И думаю, какой же ты умный Даже жалею, что такое счастье упустила Ну почему ты думаешь, что ты свое счастье упустила? Может быть у нас еще вся жизнь впереди? Ладно, пойду с официантом расплачусь Не скучай Товарищ подполковник, это же не вода Это какое-то болото Может мы в другом месте форсировать будем? Что значит в другом месте, курсант? Ты думаешь, в боевых условиях у тебя будет везде прозрачная вода Песочек на берегу, да? И кабинки для переодевания? Где сказано преодолевать? Там и выполняем, вперед, ротной командой Внимание, слушай боевую задачу Преодолеть водную преграду и закрепиться на том берегу Вперед! Товарищ подполковник, разрешите, а чем грести-то? Руками и ногами, курсант Руками и ногами Если ты думаешь, в бою тебе добрый дядя весла принесет В вашей роте с фантазией все в порядке Вот и фантазируете Руками и ногами Переправа закончена На исходную Ну что я могу сказать, Купский? Образцовый результат образцовой роты Ну что ж, переправа не удалась Придется в обход Марш-бросок шесть километров Товарищ подполковник, разрешите курсантам обсохнуть? Вот по пути курсанты и обсохнут Что стоишь, Гупский? Командую? А я опять посмотрю за результатом Налее! Аня, ты вообще на часы смотрела, где можно ходить два часа Машеньке кушать пора Мамочка, я знаю Меня на молочной кухне задержали Я не понимаю, как так можно Мам, это я не понимаю, как так можно Ты меня с самого утра пилишь и пилишь Сначала Степан плохой, потом дочка плохая У тебя все плохие, одна ты хорошая Левый! Парни, может мы зря Комбату на ковер-то все вместе завалились Еще неизвестно, какие у него фокусы припасены Ничего-ничего, парни, нас ломают, а мы крепчаем Левый! 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 На месте! Стой! Зон! Направо! Ну что ж, бегайте вы лучше, чем плавайте А теперь о дисциплине В последнее время ко мне подходят курсанты И предлагают свои услуги и посильный вклад В дело укрепления дисциплины в роте Отмечая отдельные, очень серьезные недостатки Так вот, я хочу сказать Курсантам Брагину Ковнацкому Гончару Что я против тех методов Которые предлагают эти курсанты Был и остаюсь На радиостанциях есть такое понятие Неформат Так вот, те методы, которые предлагают Эти курсанты, я считаю неформатом Для нашего училища Считал, считаю и буду считать Надеюсь, это всем понятно А теперь можете идти обсыхать Интересно Это какие же Недостатки вы отметили? Товарищ майор, разрешите? Разрешаю Это просто комбат не так понял? Ладно, что понял комбат и чего не понял я В этом я разберусь позже Сейчас меня интересует другое Переправа Не стыдно, а? Тонули, как топоры Товарищ майор, так если тонули, значит Люди хорошие Вот если б не тонули Отставить смех Об органическом происхождении каждого из вас Я тоже разберусь позже А сейчас Направо В расположение Приводить себя в порядок Бегом! Представляете, мне какая-то зараза Пока я в болоте плавал Лягушку засунула в карман Ну а что делать, Варнау? Ты у нас первый парень на болоте Все жабы на тебя вешают Ну так поцеловал бы ее Может, это царевна-лягушка Ага, или лягуха-царевич Да уж Слушай, Генка Ну че, рассказывай Как там, а? А че рассказывай Мы же с тобой на одном плоту плыли Да при чем тут плот? Я тебе про Зою Ты ж ходил Ну, а сам Надо было у меня посоветоваться Слушай, ты че такой опытный, что ли? Поцеловался один раз Уже Казанова советы раздает А че ты огрызаешься, а? Надо было просто советоваться С друзьями Слушай Отстаньте, пожалуйста Ну, мы-то отстанем А ты так и будешь до конца своих дней Забор устроить Так, парни Где это вы успели Ванны-то грязевые принять, а? Так мы дни профорсировали А, дни профорсировали Так, Варна, ну-ка быстро Приводи в порядок И давай быстрее На капе Там тебя девушка ждет Давай Справочень к строителю Не забудь Ага Капитан Давыдов, хорошо? Привет, Ген Привет А ты Зачем пришла? А я тебе тут молока принесла Ты же любишь парное? И там еще пирожки А может У тебя забор опять поломался? Ген, ты чего? Или крыша течет Или надо колодец выкопать Дров нарубить А? Ген Зачем ты так? Знаешь что, Зоя Ищи себе другого строителя Гена Гена, подожди Гена тебя что обидела? Гена Да Нарушите, товарищ капитан А, Прохоров, проходи, присаживайся Чай будешь? Никак нет, спасибо Ну как ты, мадам Как? На КМБшном фронте Как молодняк Чем занимается? Да тем же самым, чем мы Вроде как экзамены сдали С трассировкой познакомились Теперь вот Готовимся принимать присягу Понятно Ну а на личном фронте как? Как там? Дочурка-то Прохорова младшая Как она поживает? Здесь похуже Товарищ капитан Я собственно за этим и пришел Можно мне как-нибудь Получить сквозное увольнение? Чего получить? Ну сквозной увал Чтобы я мог Домой на пару деньков смотаться Я не знаю как объяснить Сказать что тяжело Ну не хорошо Потому что мы как бы знали На что идем Когда Решили ребенка завести Но Поймите Ане сейчас Очень тяжело Она там одна И я даже по телефону слышу Что она Сама не своя Ну там же Мама ее рядом с ней Она же там не одна Мама там Я здесь Да что там говорить Я ведь даже Не имею возможности Сходить и перечислить деньги На карточку Так Прохоров Денег нет? Или возможности? Возможности Знаешь что Степа В одном фильме пили Чтобы наши Желания совпадали С нашими возможностями Так вот В жизни они Не всегда совпадают Ну не могу же я С тебя вот прям сейчас Москвича сделать Значит никак Я не волшебник конечно Только учусь Кстати тоже В каком-то фильме говорили Так вот Степан Значит я Буду учиться Во всяком случае Постараюсь Спасибо товарищ капитан Решите идти? Иди Есть Эй Зоя Здравствуй Ой Здравствуйте товарищ майор Здравствуйте товарищ майор Варновожрешь? Жду Угу У вас что-то случилось? Да нет нет Все нормально Вот Стою ожидаю Ну ну Ожидай Извини я пойду У меня дела Да да конечно Скажите а Чего Да нет ничего Да нет ничего Привет Анют Господи Ты так не пугай Ты что здесь делаешь? Вот решил прогуляться перед работой Моей у тещи А одному дома как-то скучно Знаешь ли И случайно забрел В направлении ближайшего банкомата Банкомат Ближайший банкомат находится на остановке Ну значит мы идем туда Значит мы идем туда Ну что там? Да в том то и дело что ничего Степа должен был деньги перевезти Но что-то они так и не пришли Слушай а ты не мог бы с манья Еще чуть-чуть постоять? Постою А ты куда? А я сбегу пока в обменник У меня есть просто 20 долларов в заначке Так что пойду обменяю Ань ну что это обменный пункт? Там курс непонятно какой Самый низкий в городе Ну и что? Мне теперь вообще без денег что ли ходить? Мы завтра с маньяшей идем на процедуры Я что буду врачам рассказывать Про какой-то там обменный курс? Анечка На возьми без всяких мыслей Без всяких обид Это тебе Ну А доллары завтра поменяешь Игорь Я у тебя никогда денег не брала И не собираюсь их брать Ну хорошо Это не тебе Это твоей малышке Возьми Спасибо Спасибо Мы лучше с маньяшей съездим в облюбнику Поэтому я думаю тебе пора на работу Спасибо за компанию Сухой, ну нафига тебе этот самоход, а? Печка-то в этом увале был? Был А я не был Я с пацанами танк от грязи отмывал Ох — ты хочешь И не грузись в печи Обычный самоход Делов-то Мы с тобой тоже ходили Ничего Нормально прокатило Так и что? Теперь ходить в самоход Пока не залетите, да? Шшшш Спи, хорош каркать, печка Все нормально будет Сходим, местных трубадуров послушаем Девчонок потанцуем И все по домам, все будет путем Путем, путем, путем к залету Слушайте, вы же меня подставляете А ты Следи за тылами Уверенно И все обойдется Давайте, вы там аккуратней Спокуха Если даже вон Красс ходил И все обошлось, не залетел Думаю уж как-нибудь Ну, что Сильные, смелые, ловкие, умелые Готовы? Сейчас А вы хилые и корявые Бай-бай Пацаны Я с вами Курсант Красильников Если вы обиделись на хилых и корявых Не стоит, это мы так пошутили Гончар, хватит дедушку врубать Я просто хочу пойти в самоход Возьмете? О, Красс Нафига тебе это надо? Захотелось Я ведь тот увал тоже пропустил Сухой вон на танке был Я на трассировке Вот хочу развеяться Ну что, сильные и смелые Валим? Сильные и смелые Это мы А ты, хилые и корявые Пойдем Давай, давай, давай Зоя Зоя Зоя, что-то случилось? А кто-то обидел? Варнава? Нет, все хорошо Да я уж вижу, как хорошо-то Товарищ майор Варнава тут ни при чем Я сама виновата Понятно Ох, молодежь Когда-нибудь вы меня все-таки доведете Значит так, сиди здесь И никуда не уходи Я сейчас вернусь Товарищ майор За время моего дежурства никаких происшествий не случилось Личный состав отдыхает Младший сержант Перепечка, дежурный по роте Вольно Значит так, Перепечка Сейчас разбудешь Варнаву И пришли ко мне его на КПП Есть Да, и еще Скажи ему, чтобы он умылся, причесался Ну и как это, ну, выглядел В общем, прилично Ну, что стоишь, выполняй Есть Товарищ майор, курсант Варнава Он по вашим приказаниям прибыл Вольно Что-то случилось? Это я у тебя, друг дорогой, хочу спросить, что случилось Девушка тебя здесь целый день дожидается Товарищ майор, я не пойду к ней Я тебе сейчас не пойду Я тебе не пойду Она тебя из такой истории спасла А ты ведешь себя, как в мозге ей пудришь Я не пудрю Ну, понимаете Я не понимаю Я ничего понимать, Ген, не хочу Она тебя здесь, часов шесть уже ждет Я Отставить разговоры Три минуты на улаживание конфликта Шагом марш Есть Зоя Ген, ты на меня обиделся? Да Да я вообще не обиделся Зоя Я пойду. Это тебе. Товарищ майор, это… конфликт улажен. Думаешь? А Зоя-то ночью через лес в деревню одна пойдёт? Угу. Её же нельзя оставить в лагере. Это вы меня действительно когда-нибудь с ума сведёте. Варналы, я тебе даю полчаса, а потом доложишься. Есть. Товарищ майор, так у меня же нет увольнительного. А если патруль? Нина, я тебе сейчас не как офицер и командир роты, а как курсант говорю. Товарищ майор, какие в деревне ночью нахрен патрули? Полчаса тебе времени. Я понял. Бегом. Есть. Ты шо, так и побежишь с пакетом? Нет. Доложишься, заберёшь. Спасибо большое. Угощайтесь. Бегом. Есть. Баю-баю-баю-бай, не ходи ты к нам, бабай. Не ходи, не ходи, не ходи, нашу Машу не будись. Слушай, а вы здесь где-нибудь в тюрьку у нас тут для свидания, а? А это я очень-очень соскучилась, а? А я нет. Только, боишься, нам ещё долго скучать друг без друга. И что мне теперь делать, Аня? Из училища уходить? Зачем? Ты же хочешь стать офицером? Хочу. А ты хочешь стать матерью. Не поняла. А ты, значит, отцом стать не хочешь? Хочу. Но ещё я хочу стать офицером. Ну так становись. Смотрю я на тебя, Фирсов, и думаю, какой же ты умный. Даже жалею, что такое счастье упустила. Ну, почему ты думаешь, что ты своё счастье упустила? Может быть, у нас ещё вся жизнь впереди? Аня, иди спать в мою комнату, я посижу. А? Что? А, тише, тише, тише. Раз будешь ребёнка, я говорю, иди спать, я посижу. Не надо. Мам, я сама. Мам, мам, я была мам. Теперь я ба. Уже четыре месяца как ба. Ну, хорошо. Что хорошо, завтра мне на дачу грядками заниматься. Так травой поросло, что дачу не найдём. Завтра ты на дежурстве насидишься. Давай, вставай. Спасибо. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А эта краска и называется тем самым красивым словом Настоящий самоход. Круто. Э, ты не думаешь, что здесь как кукла? Ну, за, смотри, вон. Девчонки, кусок. Что ещё для счастья надо? Ну, что, парни, поехали клубиться. Ищите, девчонки, курсанты идут. Что ты тормозишь? Раз, ну, ну, ну. Да я постою, я нормальную музыку подожду. Ты музыку сюда пришёл слушать? Это же не Москва. Сюда пока эта музыка нормальная дойдёт, лет сто пройдёт. Да. А самоход датра закончится. Серьёзно, ну ты давай меньше думай, больше. Двигайся. Двигайся. Это дэнс, дэнс, вилуч, пари. Понимаешь, это сельская вечеринка в переводе. Понимаю. Всё нормально, Серёг. Отрывайся, отрывайся. А ты, солдат, что-нибудь танцуешь? Раненый, что ли? А здесь что, госпиталь? Ну, а если не раненый, что тогда не танцуешь? Я пою. Гляди, Катюк, Шаляпин нашёлся. А он от него глупо поет, а на сцене. А Шаляпину всё равно где петь? Ну, так, может, споёшь для девушек, а? А то вы себя сегодня вообще беспортовая. О, как раз и песенка закончилась. Ну что, споёшь, Шаляпин? Да была бы гитара, девчонок, я бы спел. А я без гитары не пою. Так найдём. Раз, раз, раз. Всем привет, мы курсанты Кремлёвского училища. Вот идиот, он бы ещё всю роду фамилию назвал. И хотим подарить эту песню, которую я посвятил своей любимой девушке. Вообще у нас в училище только таких талантливых берут. Я, например, вот, мастер поцелую. Хотите, я вам покажу, как у нас в Москве принято целоваться? Ой, 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 коренной москвич. Ну, если не коренной, то хотя бы молочный. Девушка, позвольте я вас. Боже, как тебя люблю я, как хочу видеть вновь. Имя твоё – цветок, имя твоё – поток, имя твоё – меня прорвзают словно ток. Город, я распахнув, я расколот. Не нравится, не слушай. Заполозь уже давно. Но, 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 но не сплю я, Боже, как тебя люблю я. Ничего не началось. Ничего не началось. Дай песню послушать. Понятно. Молодец! Это наш, это наш, это наш однокурсник, это наш однокурсник. Прикольно поёшь, может, покажешь, как танцуешь? Да нет, Шаляпин поёт, он не танцует. Слышь, певец, дашь слова переписать и аккорды? Без проблем! Ну так пойдём, выйдем, а то тут шумно. Фуцин, только тронь его! Слышь, малая, ты песню послушала? Вот иди потуси куда-нибудь. Деду, скажи ему! Жанусик, всё нормуль, расслабься! А всё нормально, пойдём. Попихай! Брага! Хорош нацелать! Ничего! Начался самокон, закончился самокон, полону краску билизгал. Да ладно! Прокора мало! Ну что, слова запишите? Или так запомните? Короче, певец, это ты запоминай. Ещё раз, я тебя здесь засеку, тебе конец. Давай, дуй отсюда. Считаю до трёх. А что, до четырёх? Слабо засчитай? Вот урод, а! Ну, зелёные! Мужики! Ай да кусачей мочи! Фуц, ну придурок! Тебе мало трёх приводов! Малая, вали отсюда! Иди отдыхай! А как насчёт джиу-джицу? Тихо-тихо, сухой, назад! Ты чё, идиот! У него в руках лом! Какой джиу-джицу! Пацаны, сматываемся! Держи! Дед, заводи автобус! Они через я рванули! Сейчас мы их перехватим возле озера За мной! Ген! Ты на меня сильно обиделся? Да нет, я же тебе говорю Я вовсе не обижаюсь Да не ври! Я же вижу, что обиделся! Да нет! Ну, понимаешь, я вот так сразу не могу Я вот тебя сегодня поцеловала А я никогда первая мальчика не целовала Слушай, а что у вас за крики-то какие-то? Не знаю О, слушай, это мои друзья! Парни! Парни! Ты же тоже в сумок усмотался, да? Что-то типа того, да! Варкет, бежим! А что случилось? Да потом объясню! Раз песен допелся! Бежим! Мальчишки! Вы кольца не пейните! Они вас там ловить будут! Вы ближе к лесу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продуктор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...